Всем привет, это Фудсторм и я Антон Романов. Сегодня покажу очень простой и мега вкусный рецепт хрустящего цыпленка. Обратите внимание, что размер моего цыпленка в три раза меньше обычной курочки. Он быстрее готовится и выглядит на тарелке лучше, особенно если подавать целиком. Для этого рецепта разрежем его пополам. Можно разрезать по грудке, но я предпочитаю резать по спине. Надо стараться резать не по самому позвоночнику, а чуть рядом, чтобы нож легче проходил. Переворачиваем и давим, чтобы цыпленок стал более плоским. Это нужно для того, чтобы когда мы будем жарить, как можно больше площади касалось сковороды. Третьи фаланги крыльев я отрезаю, чтобы они не закрывали место на куриной грудке при обжарке. Но это не обязательно. Если кто-то любит за них держаться, когда кушает крылышко, оставляйте. Теперь обильно солим. Лучше использовать крупную морскую соль. Она вкуснее, чем мелкая столовая. Соли должно быть много, так как через кожу она пройдет не сильно. Главное, чтобы кожа была нерваная. Разогреваем сильно сковороду с растительным маслом. Кладем цыпленка разрезом вниз, чтобы кости обжарились и через них частично прошло тепло, так как со стороны костей мясо готовится дольше. Жарим 3 минуты и переворачиваем. Теперь надо контролировать, чтобы как можно больше площади курицы касалось сковороды. И как следствие, чтобы было как можно больше румяной корочки. Можно прижать миской, полотенцем, тарелкой или чем-то там, чем вам удобно. Жарим примерно 3-4 минуты при 180 градусах. Если у вас на плите 10 делений, это восьмерка. Пока не появится приятная золотистая корочка. В конце за минуту до снятия с огня добавляем сливочное масло. Оно даст больше насыщенного вкуса и красивого цвета. Время от времени проверяем курочку. И если видим, что есть места, которые не жарятся, исправляем это, придавливая точечно. Когда курица приобрела красивый золотистый цвет, перекладываем ее на противень с пергаментом кожей вверх. Поливаем ее маслом, которое осталось на сковороде, с любовью, чтобы она чувствовала, как сильно мы хотим ее слопать. Приправляем перцем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 22 минуты. Именно столько нужно курочки такого размера. Если у вас стандартный большой цыпленок, понадобится 30-35 минут. Теперь приготовим соус к этой прелести. Отделяем листья кинзы и мелко их нарезаем. В сотейнике наливаем сливки 20% или 30%, не важно. Добавляем сметану и приправу хмели-сунели. Сметана даст легкую приятную кислинку. Греем на маленьком огне и перемешиваем. Добавляем чеснок. Можно цельный, тогда его вкус не будет ярко выражен. Перчим, солим и обязательно добавляем щепотку сахара. Когда соус стал по консистенции кремовым, добавляем кинзу и снимаем с огня. Если готовить сразу с кинзой, она потеряет цвет и будет уже не такой красивой. Достаем курицу. Я разрезаю ее на 4 части для подачи, но вы можете подавать прямо так. Напишите в комментариях, как на ваш взгляд лучше. Выкладываем на тарелку соус. Сверху на него куряку. Поливаем бульончиком с противня и украшаем зеленушкой и розовым перцем. Вот такой сочняк получается. Все, ребят, надеюсь рецепт вам понравился и вы в отличном настроении. Поставьте нам лайк и займитесь едой. Это был Фудсторм. Я Антон Романов. Пока.